Его место в зале заседаний сегодня пустует. Год назад депутат Александр Цедилкин тоже на думу не пришел. Вместо заседания он оказался на больничной койке. Народный избранник заявил, что его избили в подвале собственного дома. У дверей больничной палаты выставили двух охранников. Александру Цедилкину диагностировали черепно-мозговую травму. По выходу из больницы он решил очистить город от криминала, в разгуле которого обвинил Юрия Переверзева, который в то время был главой города. Депутат начал проводить встречи с рабочими городских предприятий, чтобы сформировать народные дружины. Дружинники, кабунов за это движение. То есть предлагают еще дружинников собирать? Как вот общественное движение. Александр Цедилкин в итоге создал и возглавил общественное движение «Безопасный город». По всему Первоуральску разместили баннеры с призывами очистить город от криминала. Они красовались даже на здании бывшего наркопритона. Сейчас вот такие лозунги в защиту Цедилкина, в защиту, непонятно вообще от кого надо защищаться, и чем может, очистим от криминала, да, значит, и что могут сделать люди, которые занимались, ну, в общем-то, нелегальным, не знаю, бизнесом этого назвать или еще как-то. Поддержку движения высказывались и депутаты, и ветераны, и предприниматели. А дальше наша задача, видеокамеры, дежурство, значит, будем говорить, операториада, дежурство дружинников, это требует, соответственно, определенные денежные средства, да. И вот мы будем, я же сказал, что мы будем встречаться непосредственно с Дельсоветом Дейдиректоров, с крупным мелким предпринимателем и решать эту проблему. Это было ровно год назад. Балконы города тогда были увешаны баннерами, а депутатам организовывали охрану. Но все это быстро сошло на нет. И полиция продолжает бороться с преступностью только своими силами. Вы за этот год почувствовали каким-то образом это ничего общественное? Нет. Не почувствовали? Александра Подубная, Алексей Николаев, Владимир Махмутов, Интера ТВ.